Каждый из нас, когда мы думаем о браке и о любви, мы задаем себе вопрос, ну, а что это такое вот разная такая любовь или романтическая любовь? Вообще, что такое любовь? А тем более, как ее практиковать? И каждый из нас, кто прожил в браке, ну, хотя бы несколько дней или несколько, может быть, лет, я думаю, здесь почти все, ну, по крайней мере, несколько месяцев, то мы иногда ложимся спать, и мужья, наверное, думают, это тайна велика. А жены тоже, наверное, так думают или приблизительно так. Ну, часто, когда, вот знаете, мы думаем о любви, вот нас здесь навевают разные сердечки, ну, это все замечательно, это хорошо. Но когда мы думаем о любви, то о чем мы обычно думаем? Ну, обычно, ну, мы думаем, как люди думают в этом мире до тех пор, пока Библию не откроем. Но часто в этом мире считается, что любовь или брак, вот, это что-то такое сентиментальное, это все замечательно, там, где есть чувства, это тоже все прекрасно. И, действительно, любовь – это что-то прекрасное, но часто мы думаем об этом немножко, может быть, нереально. Но Библия так не считает. Библия не говорит о любви слащава как-то. Библия не говорит о том, что это, ну, что-то такое сентиментальное, чувственное. Библия больше, чем об этом говорит. И поэтому я хотел бы вместе с вами посмотреть на то, как Писание говорит вообще, что такое любовь. И вот мы сегодня слышали несколько определений греческих слов, вот, языка оригинала. И посмотреть, как эта любовь может быть реализована в браке, в супружеских взаимоотношениях. Почему мы посмотрим на Писание? Потому что сама идея брака – это не человеческая идея. Бог придумал это. Есть много чего, что Бог установил. В частности, брак. Это точно так же, как я не хочу, например, масло менять в машине часто, или я не хочу туда бензин тем более заливать. Но если я хочу, чтобы она ехала, то нужно и масло менять, и бензин заливать. Вот точно так же и в браке. Нужно спрашивать у Бога, а что нужно, чтобы любовь, вот она романтическая, или какая-либо другая, вот мы сегодня будем говорить, чтобы она процветала в нашем браке. Нужно посмотреть Писание, чтобы увидеть у автора любви, у автора брака, как это на самом деле работает. И вот сегодня я хотел бы вместе с вами посмотреть на несколько таких идей. Я не знаю, вот эта штука заработает сегодня. Это я? Классно. Ну, вот. Вначале посмотреть вообще на определение любви, а потом посмотреть на четыре таких важных момента, как любовь может проявляться. Что значит проявлять настоящую любовь? Любовь в браке проявляется, когда мы понимаем, что мы должны повиноваться друг другу, как в страхе Божьем. Должны понимать, что брак – это завет. Должны понимать цель брака. И на этом я хотел бы больше остановиться, но я не знаю, на сколько времени у нас будет. И потом последнее – это буквально несколько слов о ролях мужа и жены в браке, и как разная любовь проявляется через эти роли. Но вначале, прежде чем мы об этом будем говорить, я хотел бы обратить ваше внимание вообще на библейское определение любви. Ну, потому что оно разное существует. И если бы я сейчас спросил, то, наверное, вы бы тоже по-разному сказали. Ну, вот есть одно место из Писания, и в первом послании к Коринфянам там есть достаточно длинное определение, что такое любовь. Ну, вот если бы, представьте, вам пришлось дать определение «любовь», ну, просто на словах. Ну, вот как бы вы это сделали? Ну, вот потренируйтесь, если бы я у вас спросил, опишите на словах, что такое музыка, ну, что бы вы сказали. Ну, те из вас, которые более, чем я, музыкально грамотные, сказали бы, ну, там есть ноты, сколько там их, семь, наверное. Там есть какой-то ритм, ну, еще там что-то есть. Но, согласитесь, это никак не объяснит мне, например, что такое музыка, пока вы не включите что-то и не покажете, что такое музыка. Или если бы я у вас спросил, объясните мне, что такое алмаз, или что там, ну, какой-то драгоценный камень. Ну, вы бы сказали, ну, это там какая-то графическая структура, это горная порода. Но я бы не понял до тех пор, пока вы не достали бы с кармана и сказали, вот как он выглядит. Я бы тогда его увидел. А вот любовь, если мы спрашиваем у себя друг у друга, ну, что такое любовь, мы можем много слов говорить, но вот как она выглядит. И Павел показывает, как она выглядит. Он вначале говорит, что есть две вещи, которые обрамляют вообще всю любовь, все определение дальнейшее. Она милосердствует и долготерпит, это такие глаголы. А потом, то, что она не делает, и то, что она делает на практике. Мы не будем сегодня смотреть на определение, я просто бы хотел представить вам, что это не просто четыре слова, а это само понятие, любовь. И больше я хотел бы посмотреть на практике, как эта любовь, библейская любовь, как она проявляется во взаимоотношениях. Вот точно так же, как мы бы показали алмаз друг другу, вот сегодня после этой встречи будем показывать нашим женам и жены нам. Но поэтому я хотел бы вначале обратить ваше внимание, наверное, оно там дальше клацник, вот, как любовь проявляется в браке. Как это увидеть или как это услышать? Как нам испытывать и дарить друг другу любовь, когда мы хотим этого делать? И поэтому я хотел бы обратить ваше внимание на послание к Ефесянам. И я прочитаю этот текст, и отсюда мы возьмем тогда уже несколько принципов, как это на практике проявляется друг другу. Послание к Ефесянам, пятая глава, и я прочитаю с 21 стиха. «Повинуясь друг другу в страхе Божьем, жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, а он спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова. Чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела, любящий свою жену, любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. Потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его. Посему оставить человек отца своего и мать и прилепиться к жене своей, и будут двое, одна плоть. Тайна сия велика. Я говорю по отношению ко Христу и к церкви. И вот первый принцип, на который я хотел бы обратить ваше внимание, хочу обратить ваше внимание, на то, что любовь в браке проявляется прежде всего тогда, когда мы повинуемся друг другу. Почему я об этом здесь говорю? Потому что послание к Ефесянам, если мы помним, там есть теоретическая и потом практическая часть. Но вот в самом начале послания к Ефесянам говорится о том, как вообще нужно иметь взаимоотношения друг с другом. И до того, как мы читаем этот известный текст о том, как мужья, жены должны друг к другу относиться, речь вообще идет о взаимоотношениях друг с другом. И этот текст на самом деле он говорит о взаимоотношениях в обществе. И вот до этого, пятая глава, она начинается с того, это первый и второй стих. «Итак, подражайте Богу, как чадо возлюбленное, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас». Это следующий слайд, если можно его показать. То есть речь идет о том, что вообще необходимо жить в любви друг с другом. А потом уже, как это касается взаимоотношений в браке с детьми, с родителями. И в общем, сама тема любви, она касается ведь не только брака, она вообще касается исполнения заповедей Божьей. Но вот здесь, когда речь идет об этом, речь идет о том, что единственный способ, когда это вообще возможно, это когда Дух Божий живет в нас. Нам, оказывается, возможно являть любовь друг к другу, тогда, когда мы повинуемся друг другу. Что это значит? Это значит, что успешный брак будет только тогда, когда в центре внимания буду не я, а моя супруга, или не я, а мой супруг. Успешный брак будет только тогда, или мы можем являть любовь только тогда? Тогда, когда мы не думаем больше о себе, но думаем больше о другом. И это первый принцип, прежде чем вообще говорить о чем-либо другом в проявлении любви, это просто убрать себя со сцены и поместить нужды другого выше себя. Ну, каждый из нас, у кого есть семья, у нас у всех есть семьи, да, мы выросли, у нас есть воспоминания детства нашего. Ну, скажите, это естественно нам убрать себя со сцены или нет? Нет. Это неестественно думать не о себе. Ну, а что, о ком мы больше всего думаем? Ну, скажите честно. О себе. Ну, чья рубашка ближе к телу? Ну, своя. А у вас пальцы как работают? Вот так? Как и у меня? Да. А вы, когда укрываетесь, вы на кого тянете одеяло? Ну, по-разному, да, ну, бывает, если там уже слишком длинное, вы смотрите, ну, понятно, можно. Ну, а так, ну, это неестественно для нас думать о ком-то другом, как, ну, не о себе. Нет ничего даже, наверное, более неестественного, чем повиноваться друг другу. Это что-то такое, знаете, как с другой планеты. Это как повиноваться друг другу? Поэтому это просто невозможно для людей, в чьих сердцах не живет Дух Божий. И вот Павел об этом пишет с самого начала, он ведь здесь продолжает. Он говорит, что только те, в которых царствует Дух Божий, которые смирились перед Господом, которые пригласили Его в свою жизнь, они вообще способны становиться любить. Любить вообще, а тем более уже мужа или жену. Без Бога это просто невозможно. На самом деле, этот мир, он израненный, мы это все понимаем. И он израненный, потому что грех исказил прелесть или красоту этого мира. И израненные люди, они поглощены собой больше, чем остальные. Чем больше мы изранены, тем больше мы думаем о себе. Тем больше мы смотрим на свои раны, мы пытаемся их как-то вылечить. И обычно в этом мире считается, что человек хороший, но есть только некоторые у него недостатки. На самом деле, Писание говорит, что человек по сути своей просто гнилой, испорченный. И единственный способ, как он может любить или служить, или повиноваться друг другу, это тогда, когда Дух Божий живет в нас. Эгоизм – это самая первая проблема во взаимоотношениях и тем более в браке. Эгоизм, он просто рушит взаимоотношения и тем более брак. Поэтому важно служить друг другу. И вот здесь возникает вопрос, что это значит служить друг другу? Ну, по крайней мере, это значит сделать замечание и не разрушить взаимоотношения. Или услышать замечание и не разрушить взаимоотношения. Или простить и не носить горечь прощения в своем сердце постоянно. Как это возможно? Возможно тогда, когда Дух Божий живет в нас. Это первый принцип, когда мы можем вообще любить друг друга. Способность сделать замечание и не разрушить взаимоотношения – это когда возможно. Тогда, когда я понимаю, что я сам грешник. Поэтому, когда мне сделали замечание, я понимаю, что «Слушай, ты мне сделал это замечание, но ты не знаешь чего-то другого обо мне. А если бы ты знал это другое обо мне, то это была бы вообще катастрофа». Поэтому я понимаю это и я принимаю это. Потому что я понимаю, что я по сути своей грешник. Но Иисус меня долго терпит. Иисус просто меня любит и простил меня. Или способность услышать замечание и не разрушить взаимоотношения. Когда я понимаю, что Христос – мой первосвященник, Он ходатайствует обо мне. И я могу укрыться не от Него, но укрыться в Нем. И поэтому я могу услышать. Или способность простить и не носить гнев в сердце, отпустить. И вот еще, чему учит брак и чему учит нас сама тема любви, когда мы учимся любить на самом деле всю свою жизнь, и особенно в браке. Это тогда, когда мы учимся каяться каждый день. Учимся примирению. Брак очень сильно учит нас каяться, примиряться. Покаяние должно всегда быть. Тогда, когда мы правы, даже тогда, когда мы неправы. Потому что этому учит нас Господь, когда мы служим друг другу, когда мы видим друг друга выше себя. Я мог бы историю рассказать о том, как муж приходит там домой, и жена постоянно ему говорит, ну положи обувь там. А он говорит, да, хорошо, дорогая. Ну положи обувь там уже сороковую раз. И она уже на него обижается, а он на нее думает, ну почему она меня постоянно требует. Но на самом деле мы учимся этому. Это маленькие такие вещи, но они заставляют нас учиться любить. И потом, когда этот муж наконец-то написал листик себе, перед носом повесил в шкафу, где у него должна быть, что глупец, ты когда бросаешь обувь здесь, а не в шкафу, то ты ранишь свою жену. Подпись Бог. Так тебе говорит. Ну на самом деле есть много, ну много таких деталей, в которых мы учимся ставить друг друга выше себя. И самая главная проблема вот на нашем пути, это просто наш эгоизм. Поэтому несколько применений. Но вот если мы не научились ставить друг друга выше себя или служить вот друг другу так, как должны, то тогда знаете, какой вариант другой? Тогда и так многие семьи делают. Они договариваются. Они говорят, слушай, давай ты не будешь на мой мозоль нажимать, а я не буду на твой мозоль. Давай ты не будешь об этом говорить, а я обещаю, я никогда не буду об этом. Ты сама знаешь, о чем я не буду говорить. Да, и так проходит 40 лет или сколько там, 82. До тех пор, пока что-то опять не произошло, и тогда начинается поднимать, так это же уже 40 лет продолжается и так далее. И, к сожалению, есть очень много таких семей, которые просто вот так договариваются. Второй вариант. Это когда я отношусь к своему эгоизму более строго, чем к эгоизму моей супруги или моего супруга. Или вообще более строго к своему эгоизму, чем к эгоизму другого человека. Когда я работаю над своим эгоизмом, независимо от того, указывают мне на это или не указывают, и вот тогда у меня есть хотя бы маленькая, но это возможность начать учиться любить и исполнить вот эту заповедь. Служить друг другу, почитать друг друга высшим себя. Второе, я хотел бы обратить внимание, это любовь в браке, она проявляется, когда мы понимаем, что любовь или брак, это прежде всего завет. Вот если бы я у вас спросил, как можно вообще определить, вот человек вступил в брак или нет? Ну, в какой момент он вступает в брак? Это когда они поцеловали друг друга в церкви? Или обменялись кольцами? Или когда на них возложили руки? Ну, вот когда они стали мужем и женой? Или когда у них физическая близость произошла? Ну, вот когда они муж и жена? Или когда их объявили? Теперь муж и жена. Оп! И все. Ну, когда они стали мужем и женой? Вот в этом тексте написано, посему оставить человека отца своего и мать и прилепиться к жене своей и будут двое одноплоть. И это слово прилепиться, это слово завета. Это термин, который используется, когда мы читаем о ветхозаветных заветах, приклеится. Брак это завет. Брак это бессрочный, перманентный, публичный, законный, связывающий завет перед Богом и перед людьми. Человек вступил в брак тогда, когда он вступил в этот завет друг с другом. В Ветхом завете мы считаем, что есть определенные повторяющиеся принципы того вообще, что такое завет. Это дает нам определение, что такое завет. Например, книга второзакония, другие книги, кто вступает в завет, условия, список благословений либо проклятий и потом клятва перед Богом, перед людьми. Например, вы помните завет, когда Господь и Авраам вступили в завет, разделили туши и помните, кто прошел? Бог прошел, Авраам не проходил. Почему? Ну, это была форма такого завета. Мы сегодня туши не разделяем. Каждый из нас когда-то заключал какой-то договор. Мы называем сегодня этот договор. Но библейский термин завет и вот современный человек, он противится завету, вот такому завету бессрочному, постоянному, друг с другом, перед Богом и перед людьми. Почему? Потому что мы любим спонтанность, мы любим свободу, любим выбор и так далее. Ну, это в общем этот мир, вот так он определяет взаимоотношения. Но любовь в Библии это всегда завет. То есть это отношение мое, это намерение мое по отношению к другому человеку. И это не то, что я получу от этого человека, а это то, что я хочу дать этому человеку всегда, то есть постоянно. Это значит, что я себе запланировал через 40 лет быть с тобой, если Господь продлит мою жизнь, заботиться и так далее, просто любить тебя. Я себе это запланировал, я не знаю, как Господь там продлит мою жизнь, но это есть в моих планах, это завет. Любовь это завет. Вот когда мы говорим о любви Агапе, это завет, это наши отношения, планы, намерения сердца. И что бы вы записали вот в завет, в брачный завет, не знаю, у нас, наверное, практики такой еще нет, но любовь в Библии это никогда не чувство, то есть это чувство, но потом, но это никогда не главное определение, как чувство. любовь в Библии это отношение, или то есть этот завет, то, что я хочу дать, а не то, что я хочу прежде всего получить. И в церкви ведь мы тоже призваны любить друг друга, даже мы призваны врагов любить, это что значит чувство? Нет, возможно, чувств никогда не будет, но отношение должно быть. И действительно, чувства приходят потом. и даже в церкви, когда мы приглашаем друг друга в гости, когда мы понимаем, что мы все такие разные, возраст разный, интересы разные, но когда мы служим вместе, когда мы проводим время вместе, мы тогда наслаждаемся взаимоотношениями вместе. Нужно время, нужно открыть сердца свои друг перед другом, и тогда есть и чувства, но вначале это завет. Если нет завета, если нет такого обещания, то это нельзя назвать библейским браком, потому что любовь можно проявлять тогда, когда есть этот завет. Третье, на что хочу обратить внимание, это то, что любовь в браке возможна тогда, когда мы понимаем цель брака. Вот какая цель брака? Ну, мужчины скажут, ну, так и понятно какая. А чего вы улыбаетесь? Ну, какая цель брака? И действительно, это не такой даже и однозначный ответ. Интересно, что когда Адам увидел Еву, то он сказал, вот, ну, или на русском языке, вот это да, ух ты, кость от костей моих, плоть от плоти моей. Почему? Потому что он увидел кого-то, кто наконец-то соответствует ему, кто наконец-то может быть по-настоящему вот его второй половиной. Любовь и цель любви, и цель брака, это дружба, но дружба больше, чем мы влаживаем в это слово. Вы можете себе представить, чтобы у жениха и невесты вот есть дружок и дружка, там у кого-то три, я не знаю, у кого-то там пять дружков, дружек, вы можете себе представить, вот жених говорит своей невесте, он говорит, слушай, у меня лучший друг, это моя одноклассница, вот всегда она была моим лучшим другом. Вы можете себе представить, чтобы жених пригласил свою одноклассницу подружку, чтобы она была его дружком? Нет, потому что его невеста тогда скажет, слушай, так если она твой лучший друг, а я тогда кто? Почему? Потому что мы понимаем, что цель брака, это как раз и есть вот эти очень близкие взаимоотношения, как Адам здесь сказал, вот, вот она, кость от костей моих, плоть от плоти моей. Что это значит? Это значит, он говорит, что вот ты, в тебе я увидел себя, наконец-то в твоем присутствии я знаю, кто я такой, я знаю, кто я. И заметьте, это не романтика с дружбой, но это дружба, за которой идет романтика, конечно же она идет, но только нельзя оставаться друзьями без романтики, вот как здесь в браке мы видим. И здесь возникает вопрос тогда, что такое вообще дружба? Дружба это глубокое единство, которое приходит в результате совместного пути к одной цели или к одному горизонту. Это глубокое единство, которое сопровождается одним путем, к одной цели. Когда мы говорим о разных словах любви на греческом языке, то эрос, эрос, ну мы понимаем это слово, это не просто романтика, это в том числе сексуальные взаимоотношения. Эрос, это когда смотрят друг на друга, ну это замечательно, но другое слово, филио, к примеру, это когда смотрят в одном направлении, не просто друг на друга, но имеют одни цели. Ну так вот, библейское определение любви, это в том числе и дружба. Дружба, когда смотрят в одном направлении, когда имеют одни цели. А я хочу вас спросить, хорошо, ну вот единство, одни цели, это понятно. А какие цели? Вот что может объединять мужа и жену? Ну дети, там да, быт и так далее, это объединяет. Ну, Писание говорит, вот здесь, в этом тексте, что одним горизонтом для мужа и жены, которые любят Господа, которые учатся любить Его и друг друга, является то, что они идут к трону Господнему, в присутствии Его, они помогают друг другу прийти в это присутствие. Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь, предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню и водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна и порока, дабы она была свята и непорочна. Путешествие к трону для того, чтобы помогать друг другу иметь святость и непорочность. И вот когда мы смотрим не просто друг на друга, но когда мы смотрим в одном направлении, имеем эту цель, чтобы помочь друг другу иметь эту святость и непорочность. Это знаете, когда жених и невеста, когда они прекрасные, в прекрасном платье, красивый костюм. Это как картина того, когда мы предстанем перед Господом, чисты и непорочны во Христе Иисусе и помогаем друг другу вот предстать перед троном. И поэтому романтика, удовольствие, это все замечательное последствие самого главного, когда имеем одну цель, когда помогаем друг другу двигаться к трону Господнему, когда есть эта дружба. И вот здесь нужно быть осторожными с дружбой. Это одно из применений, это то, что не может быть у мужа какой-то друг женского пола, очень близкий. Или у жены близкий друг мужского пола. Если эта дружба развивается, то это разрушает брак. А вот я студентам Запорожского библейского колледжа говорю о том, они говорят, а мы просто дружим. И я тогда им говорю, ну такая дружба, от нее дети рождаются. От такой дружбы. Это если вы дружите, они говорят, а мы даже чай при свечах не пьем. Ну это замечательно. Но просто если вы дружите, то вы должны понимать, что это ведет вас к браку. Это естественно, это замечательно, но вы должны понимать, что это ведет к браку. Что такое дружба? И вот притчи дают еще несколько таких определений. Книга притчи. Дружба – это тогда, когда есть постоянство, тогда, когда постоянно доступен друг для друга, когда слушаем друг друга, когда посвящены друг другу, тогда, когда есть честность с тобой и о тебе, тогда, когда можем на самом деле открыть свои сердца друг перед другом, когда нет никаких секретов, когда есть уязвимость. Еще вот это важно. Когда способен быть нагим перед ней или она перед ним. Нагим, прежде всего, сердцем своим. Тогда, когда мое сердце, оно открыто. Тогда, когда она знает обо мне все. Тогда, когда я хочу, чтобы она обо мне все знала. Или он хочет, она хочет. Друг перед другом они открывают это перед собой. Физическая нагота, она предполагает, что перед физической наготой была вот эта сердечная, моральная, душевная нагота. В этом мире мы называем это блуд. Тогда, когда женщина и мужчина хотят быть нагими физически друг перед другом, но не хотят быть нагими морально и внутренне. Писание называет это блуд или прелюбодеяние. Но нагота это должна быть, уязвимость должна быть. Но только тогда, когда есть настоящая открытость друг перед другом. Тогда принимаем таких, какие мы есть друг перед другом. И последнее это тот, кто благословляет, понимает вас и понимает то, что Бог делает в вашей жизни. Когда мы ведем друг друга к трону и мы понимаем, что мы помогаем друг другу в этом процессе. И брак, он имеет такое определяющее действие. Например, так как жена думает о мужа, так он себя и ведет. Жены на самом деле помогают мужчине быть настоящим мужчиной. Так как муж думает о жене, если он о ней думает как о королеве, как о принцессе, она так себя ведет. Если он о ней думает просто, ну ты же на кухне просто работаешь. Она так себя и чувствует в свою жизнь. Брак, он имеет это определяющее действие. Например, когда жена смотрит на мужа, знаете, как мы смотрим, ну червячок, а на самом деле бабочка. Да, и вот точно так же и жена, она смотрит на мужа и думает, я хотела бы и это, и это в нем поддержать. И муж тогда расправляет крылья, и он себя чувствует тогда, ну каким-то важным человеком. Почему? Потому что все остальные так думают? Нет. Жена так думает. Если в этом мире все удалось, и я везде успешный, а жена обо мне не думает так, я не буду никогда успешным. Если в этом мире я считаю, что я нигде не успешный, но жена думает, что я успешный, и я тогда себя веду, как я успешный человек. И я тогда на самом деле понимаю, что я вот именно тот, как жена обо мне думает. Брак или дружба, она благословляет. И нужно стараться быть настоящими друзьями. Я не знаю, возможно, кто-то скажет, ну вы знаете, или в моем браке есть такое, что она просто кричит на меня. Просто повышает голос. И что мне делать? Дружить. И что мне делать тогда? Я скажу, нужно начинать. Нужно начинать видеть друг в друге лучшее. Начинать и стать на этот путь, чтобы совместно идти к трону. Это занимает время, поэтому чем раньше начнете, тем лучше. И на самом деле Христос наш лучший друг, тот, который открылся перед нами, тот, который впустил нас в свое присутствие, тот, который знает нас, тот, который на самом деле уязвимый, и тот, который на самом деле благословляет. Последнее, на что хочу обратить внимание, это то, что любовь в браке проявляется тогда, когда мы понимаем, что у нас есть разные роли, и эти роли используем на благо друг другу. Я здесь буквально несколько слов хочу сказать. Это знаете, мы знаем, что мы разные. Например, есть такая статистика, вернее исследование, когда маленьких деток их испытывали, что они будут делать. И вот если перед мальчиком поставить препятствие, типичный мальчик это препятствие толкает, и он идет дальше. А если перед девочкой поставить препятствие, как вы думаете, что девочка? Она обойдет. Почему? Потому что мы разные. Или, к примеру, если перед мальчиком, вначале перед девочкой поставить ритмичную музыку, ну той, от которой нога вот так вот идет. Что девочка начинает делать? Девочка начинает, у нее чувство, ну не чувство, а сердце начинает чаще биться, и она начинает, возможно, танцевать. А знаете, что мальчик делает? Шестимесячный мальчик. Игнорирует. Ну я не знаю, может быть он только в шестимесячном, но это такое исследование. Он игнорирует то, что там музыка играет, она где-то там мигает. Ну как бы там ни было, но мы понимаем, что мужчины и женщины, они разные, и они отличаются, и у нас есть разные роли. И возможно, кто-то скажет, а как это повиноваться друг другу, если там же ведь черным по белому написано, что жены, повинуйтесь своим мужьям. А там раньше написано, повинуйтесь друг другу. А что с этим делать? В одном и том же тексте, почти в одном и том же абзаце написано и так, и так. Но дело в том, что есть роли, есть определенный порядок творения. И действительно, 5 глава 23 стих написано, муж есть глава жены. Но что это значит тогда, когда мы пытаемся любить друг друга и говорим о том, что любовь это завет, брак это завет, что должны почитать друг друга, высшим себя и так далее. И действительно, мы понимаем, что мы были созданы разными, как вот здесь написано, что жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены и так далее. И когда мы смотрим на книгу «Бытие», то мы понимаем, что муж или Адам был создан для того, чтобы называть, жена, чтобы помогать. И вот эти функции, они были искажены грехопадением. Но интересно, что когда Бог создал Адама и Адам называл животных, почему вообще Бог дал ему эту функцию? Ну он устал, что ли, называть всех остальных и говорить, ну Адам, теперь ты. Нет, в этом есть что-то очень важное. Даже тогда, когда он называл, дело в том, что дать имя, это больше, чем просто придумать какой-то звук. Это охарактеризовать, это увидеть эту характеристику, назвать ее. Например, в той культуре, в ветхозаветной культуре, когда один царь побеждал другого царя, он его переименовывал, он ему давал новое имя. Или когда, например, Саввел, когда он изменил свою жизнь, у него было другое имя. То есть в той культуре к именам относились совершенно по-другому. Помощник, когда речь идет о жене, мы думаем часто, что помощник это что-то такое неважное. Ну, например, мы можем назвать дочь, ну ты моя маленькая помощница. На самом деле помощник это что-то очень важное. Бог назван помощником. Бог помощник. Помощник это тот, у которого есть силы и есть ресурсы, которые отсутствуют у другого для того, чтобы другого восстановить. У него есть силы и у него есть ресурсы. И вот когда Ева была создана помощницей, это значит, что она могла, имела силы, чтобы компенсировать слабость Адама. И вот именно в этом разные роли. Есть силы и ресурсы, которые отсутствуют у другого. Это точно так же, как родители, они компенсируют своих детей, тогда, когда дети еще маленькие. И вот Ева, она помощница, и здесь написано, что она соответствующая ему. И Адам, когда увидел это соответствие, то он сказал, наконец-то, вот, вот это да, плоть от плоти моей, кость от кости моей. И было единство и удовлетворение друг другом. Помощник при этом, он может использовать свою силу правильно и неправильно. И в этом мире мы это видим. И тогда, когда мы являем любовь друг к другу, мы это видим. Либо для того, чтобы поддержать друг друга, либо для того, чтобы заменить другого. Не поддержать его, а убрать его. И вот помощник, он тот, который компенсирует. Разные роли, разные дары. Но муж был создан, чтобы называть независимым. Жена была создана для того, чтобы помогать взаимозависимость. И это все было замечательно до тех пор, пока не произошло грехопадение, пока грех не исказил это творение. Как это произошло? Вернее, как это повлияло на нас? На брак, на любовь? Ну, есть проклятия, которые в книге Бытие написаны, я не буду их подробно читать. Но для мужчины есть искушение в том, что своим трудом он будет независимым. Труд для него станет идолом. И он будет тяжело работать для того, чтобы воздвигнуть себе имя. Для того, чтобы быть независимым ни от кого. И этим будет игнорировать свою семью, свою жену. И никогда, на самом деле, не достигнет того, чтобы быть счастливым. Для женщины, когда взаимоотношения под проклятием, когда она будет всегда хотеть быть со своим мужем, хотеть взаимоотношения, а он будет тираном, а он захочет господствовать. И она никогда не будет счастливой. Вот когда есть это проклятие, после грехопадения. И когда популярный взгляд в нашей культуре, что мужчина это должен быть мачо, вот такой вот он ни на кого не смотрит, он просто сильный, большой, богатый. А женщина это просто золушка в руках тирана. И просто она домоработница. Она ничего важного не делает. И поэтому Писание говорит о том, что вот эти разные роли, они дополняют, они компенсируют слабости друг друга. Они равны, но они дополняют друг друга. И перед Богом они равны. Они одинаковые, Божье творение, по образу и подобию Божьему. И вот это послушание жены перед мужем, оно ведь тоже не безусловное. Точно так же, как вот здесь речь идет о послушании перед государством, оно ведь тоже не безусловное. Когда Петр и апостолы в ответ сказали, должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. И точно так же и в браке. Мы должны понимать свои роли, компенсировать друг друга, поддерживать друг друга, но при этом понимаем, что грех исказил. Вот то, как должно выглядеть это творение. Поэтому в заключении хотел сказать несколько слов, буквально подытожить о том, что любовь, она возможна, когда мы служим друг друга, видим друг друга, тогда, когда мы работаем над своим эгоизмом и впустили в сердце свое Господа, когда Дух Божий живет в нас. Возможно тогда, когда понимаем, что брак – это завет, вступили в этот завет, понимаем, что это завет. Когда при этом мы понимаем, что брак, он имеет вот эту определяющую силу. Когда брак – это дружба. И имеет эти очень близкие взаимоотношения, определяющие взаимоотношения. И в конце концов понимаем свои роли. И понимаем, что мы на самом деле не любим так, как должны любить. И настоящее удовлетворение мы находим тогда, когда приходим к Господу, когда понимаем, что Он мой жених. На самом деле я могу быть полностью удовлетворенным не в браке, но в Нем. И учусь быть удовлетворенным в браке сейчас, тогда, когда Он во мне, и когда Он живет в моей жене, и когда Он посреди нас. И когда я понимаю, что Господь, Он приглашает на свое присутствие, как вот здесь написано. «Господь Бог твой посреди тебя», когда речь идет о будущем для Сафония, Он силен спасти тебя, возвеселит о тебе радостью, возвеселится о тебе радостью, будет милости в полюбви своей, будет торжествовать о тебе с ликованием. Мне очень непривычно думать о том, что Господь будет торжествовать, ликовать обо мне, радоваться обо мне, тогда, когда мы будем приходить в Его присутствие. И когда возвратимся под Его руку, под Его власть, тогда, когда Он восстановит нас, этот процесс уже начался, и мы учимся прощать, любить в браке. Пусть Господь благословит нас в этом, чтобы Дух Божий продолжал работать в наших семьях, в наших сердцах, чтобы служить друг другу и компенсировать друг другу. Во славу Его. Аминь.